Вы смотрите самые главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Крымского татарина Рустема Османова задержали на аннексированном полуострове. Неизвестный утром увезли его из дому Бахчисарае. Об этом рассказала его мать. Информацию новостям UATV подтвердила координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Активисты выяснили, Османова доставили в районное управление полиции Бахчисарая. По словам адвоката, ему инкриминируют участие в несанкционированном митинге. Вышли уже с машины в форме. Сразу они прятались в машине, чтобы их не видели. Может подумали, что если в форме выйдут, значит с дома не выйдет никто. Потом они ему сказали, давай одевайся, поехали с нами. И он быстро оделся. И вот мужу я сказала, езжай за ними, а то мало ли что, сейчас много и крадут. И что только не бывает. Недавно только позвонила мужу, узнала, что он сказал, что сегодня будет суд. Во сколько он не сказал, быстро выключил. Не знаю почему. На данный момент нам неизвестно ни точной статьи, по которой происходят эти действия. Также неизвестно, на основании каких статей административных или уголовных будет проводиться судебное заседание, и что именно будет рассматриваться на этом заседании. И более того, до сих пор даже неизвестно время суда, которое должно состояться сегодня. Пока мы стараемся максимально отслеживать эту ситуацию. Пропускной пункт в станице Луганской возобновил работу. Об этом ЮЭТВ сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. КПВВ был закрыт на два дня. Ремонтировали пешеходный мост. Заменили деревянные опоры и настилы на разрушенных участках. Вопрос о ремонте мостового перехода возле КПВВ станицы Луганская был поднят на одном из заседаний трехсторонней контактной группы в Минске. Он был закрыт в предыдущие два дня ввиду того, что под эгидой ОБСЕ осуществлялось возобновление рабочей поверхности моста, для того, чтобы граждане могли более комфортно пересекать линию разграничения, так как этот мост был разрушен и практически передвигаться там было очень сложно. Стрелов нет, ситуация спокойная. Министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший премьер-министр Арсений Яценюк сегодня выступят в качестве свидетелей в деле по обвинению в госизмене беглого президента Януковича. Эту информацию ЕИТВ подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Дело рассматривают в Оболонском районном суде Киева. Могу подтвердить, на 14 часов сегодня планируется допрос Арсения Яценюка, на 16 часов Арсена Авакова. И Аваков это уже подтвердил лично, он идет на допрос. Они выступают как свидетели стороны обвинения по делу о госизмене Януковича. В дело вернулись частные адвокаты Виктора Януковича, Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриан Фазикош. За 7 месяцев защитники беглого президента менялись 4 раза. После того, как Янукович отозвал своих частных адвокатов, ему назначили государственных. Европейский Союз выделит 100 миллионов евро на поддержку Украинского фонда энергоэффективности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Транш от международных партнеров Киев будет получать частями. Фонд начнет работу уже в январе следующего года. Гройсман подчеркнул, проекты энергоэффективности будут реализованы одновременно с увеличением добычи собственного газа. Разве данные по запасам подтверждают, Украина сможет полностью обеспечить себя газом? Мы предусмотрели увеличение расходов на государственный фонд энергоэффективности, который начинает работу со следующего года. Это единственный инструмент, который позволит иметь ресурс на утепление и термомодернизацию зданий и сооружений. Мы выделяем 2 миллиарда гривен, из которых 400 миллионов – это теплые кредиты, а 1 миллиард 600 миллионов – масштабные проекты энергомодернизации. 300 человек эвакуировали с парома, который сел на мель в проливе Ла-Манш. Накануне судно отправилось из французского порта Кале в британский порт Дувар. Из-за шторма его снесло на мель. Сдвинуться с места самостоятельно паром уже не смог. После эвакуации пассажиров его сняли с мели при помощи двух буксиров. Всех, кто был на борту, отправили в Британию на других суднах. После того, как мы сели на мель, паром пытались вытащить несколько маленьких буксиров, но у них не хватало мощности. Потом сюда прислали дополнительный буксир побольше, из соседнего порта Дюнкерк. Только после этого судно сдвинулось с места. Более полутора сотен авиарейсов из-за сильного снега отменили в Великобритании. Непогода нарушила работу трех аэропортов. Многие самолеты покрылись ледяной коркой. Взлетать с ней опасно, а очищать судно сотрудники аэропорта не успевают. Британская метеослужба повысила уровень опасности на дорогах центральной части страны до Оранжевого. Это предпоследний. Толщина снежного покрова в некоторых районах достигает 30 сантиметров. Об отмене части рейсов объявили и в руководстве британских железных дорог. Мне нужно в Йорк, но поезд туда не едет из-за непогоды. Поэтому я собираюсь сначала доехать до Бирмингама, а уже оттуда добираться в Йорк. Из-за сильного ветра и мокрого снега в Украине без света остались почти полтысячи городов и сел в 14 областях, сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям. Больше всего обесточенных населенных пунктов в Черкасской и Киевской областях. Работают бригады облэнерго, затруднено движение на трассах. В столице дороги расчищают около сотни снегоуборочных машин, сообщают в пресс-центре Киевской городской государственной администрации. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Ожидаются сильные порывы ветра и мокрый снег. Победителей и призеров чемпионатов мира Европы 2017 года наградила Федерация бодибилдинга Украины. Это 17 спортсменов, выступавших в категориях бодибилдинг, бодифитнес, фитнес-физик и фитнес-бикини. Среди них 35-летняя Елена Чумакова. В этом году она во второй раз стала абсолютной чемпионкой Европы по бодифитнесу. Это разновидность бодибилдинга, где главное внимание уделяется пропорциональному развитию тела. Воспоминания, конечно, очень всегда яркие, очень много впечатлений. Ну и, естественно, абсолютная победа второй раз. Это очень важно для меня, очень большая победа была. Много девчонок подготовленных всегда приезжают и в моей категории, и вообще уровень этих соревнований очень высокий. Слон спровоцировал сразу два ДТП в Китае. Оба инцидента произошли в провинции Юньань на юге страны. Животное вышло на дорогу и стало нападать на транспортные средства. Сначала он попытался бодаться с автобусом и разбил головой лобовое стекло. В салоне находился водитель, он не пострадал. Позже животное вступило в бой с небольшим грузовиком, припаркованным неподалеку. Слон попробовал перевернуть его, но не смог. Вы смотрели самые главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮАИ-ТВ.